Эгли. Литовская сказка. Однажды вечером три сестры купались в озере. Вот они наплавались, наплескались и вышли на берег. Две старшие оделись, а младшая её Эгли звали. Только руку протянула к рубашке, вдруг кто-то как зашипит на неё. Посмотрела Эгли. Это уж забрался в рукав. «Уходи прочь!» – закричала девушка. «Пообещай, что пойдёшь за меня замуж! Уйду!» – сказал уж человеческим голосом. Эгли рассердилась, а сёстры смеются. «Чем не жених тебе?» – говорят. «Соглашайся, сестрица!» И побежали домой. Осталась Эгли одна на берегу. Солнце зашло, совсем стемнело. «Страшно, Эгли! Ты как без рубашки домой пойдёшь?» «Милый уж! Отдай рубашку!» – просит она. А уж всё своё твердит. «Назовись моей невестой!» «Ну, ладно!» – крикнула Эгли. «Будь по-твоему!» Уж выполз из рукава. А Эгли схватила рубашку и скорее за сёстрами. На другое утро села Эгли у окошка пряжу прясть. Сидит, придёт, песни поёт. Про ужа и думать забыла. Вдруг слышит, во дворе зашуршала, зашипела. Глянула девушка в оконце, да так и обмерла со страху. Полон двор ужей! Шипят, извиваются. А три самых больших, самых толстых Вползли на порог. В щёлку под дверью. В дом проскользнули. Эгли скорее из комнаты, да в клеть. Забилась в уголок, дрожит от страха. А ужей говорят отцу с матерью. «Пришли мы с ватами от самого царя озёрных вод. Снаряжайте вашу младшую дочь. Она за нашего господина обещала замуж пойти». «Что тут делать? Пусть хоть царь, а всё равно гад ползучий, Уж холодный. Как за такого любимую дочь отдать? Но и отказать нельзя. Сама девушка слово дала». Как раз в ту пору у них старуха-соседка гостила. Та старуха и говорит потихоньку отцу с матерью. «Отдайте вместо дочери белую гусыню. Где ужам разобрать?» Отец с матерью так и сделали. Вынесли белую гусыню и говорят с ватом. «Вот наша младшая дочь. Везите поскорее невесту к жениху». Ужи посадили белую гусыню в корыто и повезли её со двора. Только подъехали к воротам, слышит кукушка на заборе кукует. Ку-ку, ку-ку, девушку припрятали, гусыню сосватали. Ку-ку. Воротились уже в дом, зашипели, засвистели. Подаваем настоящую невесту. Опять старуха-соседка шепчет отцу с матерью. «Вы видите им белую овечку?» Мать с отцом привели белую овечку. «Не хотелось с дочкой расставаться, говорят. Да что поделаешь, берите её, ведите к жениху». Ужи повели белую овечку. Полдороги прошли, как вдруг с дерева опять кукушка закуковала. Ку-ку, ку-ку, девушку припрятали, овечку сосватали. Ку-ку. Приползли сваты назад. «Нет, — говорят, — не та невеста. А старуха-соседка всё учит. Отдайте ужам белую корову». Привели белую корову. А у Эльян-то ей шею обвили, отдали сватам. Ужи погнали по просёлку белую корову до самого большака довели. А там в кустах кукушка сидит по кукушечи, говорит. «Ку-ку, ку-ку, девушка припрятали, корову сосватали, ку-ку». Воротились сваты, говорят. «Мы к вам с честью, а вы вот как три раза нас обманули. Смотрите, в четвёртый обманите, не миновать вам беды. Зубами изгрызём мы ваши деревья в садах, хвостами побьём посевы на полях». Эгли услышала эти слова и вышла к сватам. «Я, — говорит, — слово дала, я ей отвечаю. Ведите меня к жениху». Сваты по дороге ползут, со сватами эгли идёт. За эгли ужи в пыли вьются. Невесту к жениху провожают. А кукушка за ними летит, по кукушечи говорит. «Вот эта невеста умна и прелестна, стройна точно ёлка, кудри, как из шёлка». Подошли к озеру. Вода в озере запенилась, забурлила и отхлынула от берега. А на прибрежном песке юноша появился, статный, красивый, в богатой одежде. «Я жених твой, — сказал Эгли юноша. — Зовут меня Жалтис. Для других людей я уж, а для тебя, девушка, сбросил я змеиную кожу, тебе одной открыл своё имя. Полюбишь меня, красавица?» «Полюблю, — сказала Эгли, — буду тебе верной женой». И пошла за женихом в подводное царство. С тех пор девять лет минуло. Эгли родила своему мужу двух сыновей и дочку. Хорошо живось Эгли, и дети удались ласковые, послушные. И муж её любил и берёг. Только вот затасковала Эгли по родному дому. Стало ей подводное царство немило. Захотелось на отца с матерью поглядеть, ласковым словом с братьями перекинуться, с сёстрами за прялкой песни спеть. Просит она мужа. «Отпусти меня, Жалтис, домой погостеть отцу с матерью, показать наших деток». А Жалтис не отпускает. «Разве плохо тебе в подводном царстве?» спрашивает её. «Нет, хорошо», — отвечает Эгли. «Да плоха-то, дочь, что отца и мать своих забудет навеки». «Ну, будь по-твоему», — говорит Жалтис, «отпущу тебя, только прежде спреди ты мне золотую кудель». Эгли села за пряжу. День придёт, другой придёт, а кудель всё не убывает, будто даже больше становится. А старая нянюшка, которую младшую дочку нянчила, поглядела, как Эгли пряжу придёт, покачала головой и говорит, «Хоть до моих лет доживёшь, а то тебе не спрясть всей кудели». «А что же, нянюшка, делать?» — спрашивает Эгли. «А ты наколи спицу в огне, да и проткни ею кудель». Взяла Эгли спицу, наколила и только воткнула в кудель. Вдруг выскочила из клубка большая жаба. Эта жаба в куделе сидела и выпускала изо рта золотые нити. Эгли с одного конца пряжу пряла, а с другого конца кудель ещё длиннее становилась. Ну а теперь Эгли всю кудель в одну ночь спряла. Наутро приносит она мужу пряжу и говорит, «Что ты велела, то я исполнила. Исполни и ты, что обещал». «Хорошо», — ответил Жалтис, «я от своих слов не отказываюсь. Отпущу тебя к матери и отцу, когда ты эти башмаки сносишь». Жалтис достал из-под лавки железные башмаки и подал их жене. Обува Эгли железные башмаки. С утра до вечера ходит по острым камням, на скал взбирается, а на железной подошве хоть бы царапина. Нянюшка смотрит на неё и головой качает. «Зря себя, доченька, мучишь? Сто лет проживёшь, сто лет башмаки целы будут». «Научи, нянюшка, что делать», — просит Эгли. «Снеси кузницу и вели её в горн просить». Так Эгли и сделала. Кузнец перекалил железо в горне. Стала она ломкой да хрупкой, что стекло. В один час износила Эгли башмаки. Приходит она к мужу и говорит. «Теперь отпустишь?» «Отпущу», — говорит Жалтис. «Только как же ты без зайчьего пирога в родном доме покажешься? Смотри, осудят тебя люди, и загордилась, скажут». Тут Эгли и вспомнила. Ещё когда она маленькая была и случалось отцу с матерью куда-нибудь из дома уезжать, никогда они с пустыми руками не возвращались. Привезут пирог, всех детей куском оделят. И при том такие слова скажут. «По дороге шли, в зайчий домик зашли. Заяц нам пирог испёк, вот и вам кусок». Так по всей Литве историей велось. Стыдно стало Эгли, что дедовский обычай забыла и побежала печь пирог. А муж потихоньку все ведра и горшки припрятал, одно решето оставил. Как в решете воду носить, как тесто месить. Вода прольётся, мука просыплется. Но и тут старая нянюшка помогла. Она взяла ржаного хлеба и залепила дырки. Эгли замесила в решете тесто, ни капельки воды не пролила, ни горсточки муки не просыпала. Испекла Эгли пирог и стала с мужем прощаться. Муж ей говорит, «Больше девяти дней не гости и смотри, как назад пойдёшь, чтобы никто тебя не провожал. Стань на берегу и позови меня так. Если жив, мой друг бесценный, забурли вода проточная, из пучины брызни пена, пена белая, молочная. Если ж, милый мой, убит и в пучине тёмной плавает, над волною закипит, пена красная, кровавая. И вы, мои сыновья, и ты, дочь, слово дайте, о чём знаете, людям не рассказывать». Дети дали слово. Тут Джалти собернул всё ужом и вынес жену с детьми на берег озера. Вот радость это была, когда Эгли со своими детьми в родной дом постучалась. Отец и мать дочерью да внуками не налюбуются, сёстры с Эгли не наговорятся. Только соседи их дом стороной обходят и говорят, «Вернулась ужиха с уженятами. Хорошо ещё мужа своего дома оставила. Не было бы от них беды». Братьям обидно стали не сестру уговаривать, «Откажись от мужа, оставайся с нами навеки. А придёт муж за тобой, мы тебя не выдадим». Эгли отвечает, «Не дело вы, братья, говорите, как жене от живого мужа отказаться, как детей родного отца лишить. И не придёт муж за мной, я сама, как время поспит, и взвод озёрных его вызову». «А как ты его вызывать станешь?» «Эх, братья», отвечает Эгли, «не вам его звать, не вам про то и знать, а меня лучше не спрашивайте, всё равно не скажу». А старуха-соседка учит братьев, «Не с той стороны, говорит, подступайте, что мать не скажет, малые дети выболтают». Вот собрались братья ночью в лес коней пасти и старшего сына Эгли с собой взяли. В лесу коней на зелёную траву пустили, разложили костёр и стали мальчика выспрашивать, как отца по имени зовут и на какой он зов отзывается. Ничего им старший сын не сказал, лаской выспрашивают, отмалчивается. По обоими выпытывают, только слёзы льёт. «Ну, говорят братья, этот в мать пошёл, может, с младшим лучше сговоримся». Утром вернулись они домой. Эгли спрашивает у сына, «Отчего у тебя, сыночек, глаза красные?» «В лесу костёр дымно горел», отвечает ей сын. «Вот глаза и покраснели». На следующую ночь опять пошли братья в лес коней пасти и зазывали с собой младшего сына Эгли. Да и от него ничего не добились. Вернулись на утро домой. Эгли глянула на сына и спрашивает, «Что это, сыночек, и у тебя глаза красные? Не обидели ли тебя дядюшки?» «Нет, не обидели», отвечает ей сын. «Я всю ночь не спал, коней истерёк, вот и покраснели глаза». И на третью ночь собрались братья в лес. Приласкали они маленькую племянницу и с собой заманили. Была она у матери с нянюшкой, любимым дитятей. Никто её никогда и пальцем не тронул, злого слова не сказал. Вот стали её дядьявы спрашивать да выпытывать. Она в землю глазками уперлась, молчит, только головой качает. «Не знаю я ничего». А как пригрозили ей дядья гибким прутом, она задрожала, вся побелела, как платок, да всё и рассказала. И как отцовое имя сказала, и на какой он зов отзывается, открыла. Но дядьям только того и надо. Ещё пригрозили ей, чтобы она перед матерью и словом не обмолвилась, и отвели её домой. А сами захватили косы, пошли к озеру. Сделали они своё злое дело. Косы от травы вытерли и воротились назад. Только стали косы в сенях вешать, услыхала Эгли железный звон и сжалось у неё сердце. «Что, братцы?» спрашивает. «Вы так рано на работу поднялись?» Братья отвечают. «Густая трава по утренней росе ровнее ложится». А Эгли всё душой неспокойно. В тот же день собралась она назад к мужу. У порога с матерью и отцом попрощалась. У ворот сестёр, братьев обняла, никому провожать себя не позволила. Подошла она с детьми к озеру, встала на бережку и сказала, как муж её научил. «Если жив, мой друг бесценный, забурли вода проточная, из пучины брызни пена, пена белая, молочная. Если ж, милый, мой убит, и в пучине тёмной плавает, над волною закипит пена красная, кровавая». Тут всколыхнулись озёрные воды, пеной вспенились. «Да не белая пена на волнах качается, не белая, как молоко, а красная, как кровь». И со дна голос послышался, «В час туманный, в час рассветный, я людьми загублен злыми. Дочка милая, зачем ты назвала отцово имя?» Заплакала, зарыдала Эгле, потом обернулась к детям и сказала, «Нет у вас ласкового отца, нет у меня любимого мужа. Никто нас в подводном царстве не приветит, а под одним кровом со злыми убийцами нам не жить. Пусть же будет так, как я скажу. Сыновья мои родные, вы сдержали слово твёрдо, в дуб и ясень превратитесь, не сгибаясь, стойте гордо. Ты же, маленькая дочка, не сильна в беде душою. Стань пугливою осиной, трепещи всегда листвой. Мне же елью стать печальной, стать угрюмой, тёмной елью, лить потоки слёз янтарных, по ночам стонать с метелью». И, как сказала, так и сталось. Старший сын превратился в дуб высокий, младший — в ясень, а дочь — в трепетную осину. Сама Эгль обернулась тёмной елью. С тех пор и повелись на земле ель, дуб, ясень и осина. Печальная вдовой клонит ель свои ветви в долу. Чуть дохнёт ветер, дрожат точно от страха мелкие листочки осины. А у дуба и ясеня стволы крепкие и твёрдые, как сердце верного человека. А почему это так? Только тот и знает, кто слыхал от дедов про бедную Эгли и про её детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok